Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной блог по The Isle Evryma. Как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, нам в лапки попала карта Getaway. В данный момент ей в полную меру занимается команда Quality Asarounds разработчиков Evryma. А это значит одно, что следующие стресс-тесты и обновления, возможно, не за горами. Команда проверяет последние баги и ошибки на карте, не зная, сколько продлится это тестирование, но скажу точно. Раз уже можно об этом чуть-чуть говорить, карта готова на все 100%. Я участвовал в ее тестировании, но все я не успел рассмотреть. И скажу сразу, по сравнению с той же Isla Spira, карта огромная. Есть много различных биомов, построек человека, насколько сейчас известно, на новой карте Getaway. А нам уже много спойлерили разработчики в официальном дискорде по новой карте. Показали больше из десятка скриншотов, а также были стримы Донди. Будет много новых озер, рек, новые заливы, мосты через реки для людей, новые водопады, дороги для будущего автотранспорта людей. Кстати говоря, новая растительность в Саговнике будет на острове. Ладно, много чего можно рассказать, но давайте приступим к некоторым фактам. Нам показана карта с высоты птичьего полета. Ну, чуть больше, не суть. Смотритесь просто в масштабы. Давайте на несколько секунд сравним с Isla Spira. Честно скажу от себя, масштабы впечатляют. Даже если тебе сейчас показались два острова одинаковыми, посмотрите на два отдельных острова слева выше и один справа внизу. Кстати, внимательно посмотрите на две линии, тянущиеся от островов. Скорее всего, это Монорельс. Да, он будет на карте. Вспомните этот скриншот. Как по мне, это очень круто. Большая линия справа от вулкана. Та самая, наверное, большая дамба. Кстати, забыл сказать. На карте будет две новые точки ТП. На Гэтуэй есть четыре купола. Огромные человеческие постройки. Или центры. Возможно, пока что они будут закрыты. Кстати, часть куполов мы видели на скринах. Новые заливы в западном направлении. Новые пляжи, растительность. Отсюда откроются самые впечатляющие виды. О новых болотных биомах. Относительно южной части карты. Болотные биомы превосходят во многом то самое известное на Ислас Пиро на Саус-Ист. Факты, думаю, открывают нам глаза еще больше. Самое, на мой взгляд, примечательное место, которое сразу бросается в глаза. Вулкан на Гэтуэй. Засушливые биомы рядом. И, скорее всего, это те самые места с небольшими дамбами, проходами в пещерах. И со знаменитым озером, в котором в одном из роликов мы видели прыгающего бейпиозавра. Скажу сразу, что вулкан потухший. Новые реки на Гэтуэй будут во много раз шире и глубже, чем на Ислас Пиро. Даже с такой высоты на Саус-Ист мы видим широкие достаточно русла рек. В одном из выпусков новостей по карте Гэтуэй я рассказывал вам о проходах в пещерах между биомами. На самом деле оно так и есть. Много чего рассказывать не буду, чтобы держать вас в искушении. Еще, на что хотелось бы обратить ваш взгляд, на новые мелкие озера, разбросанные по карте. Биомов и человеческих построек, кроме купола, различные вертолетные площадки и склады, их будет невероятное количество на новой карте. В общем так, друзья. Пишите в комментариях ваши догадки. Обязательно подписывайтесь на канал. По ходу получения новой информации я сделаю для вас новый свежий выпуск новостей. Всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima.